Всем привет! В этом видео будем с вами распаковывать вот такие вот посылочки. Их 4 штуки, все они с одного сайта Raw Skull. И тут одежда в основном. И я старалась подбирать базовые вещи. Давайте посмотрим, что у меня из этого получилось. В первой части видео я буду делать распаковку, во второй части я постараюсь сделать луки с этими вещами. Итак, надеюсь, вам это видео будет интересно. Так что давайте начнем. Я хочу начать с самой большой коробки. Тут должен быть тренч. Тут две вещи. Начнем, конечно, с плаща. Кстати, плащ из коллекции Zen Style. Я вообще много из этой коллекции заказала, потому что эта коллекция такая, совсем такая классическая, базовая, белые, черные, бежевые вещи. Такой плотный зип-пакетик. Он очень тяжелый, сразу говорю. И вот такой плащ. Есть все вот эти вот детальки, плечики, ремень. На маншетах вот эти вот тоже металлические, качественные штучки. Надеюсь, он не подойдет. Размер L я взяла, чтобы так свободненько было. Также в этой коробке была рубашка, тоже из коллекции Zen Style. И вот такая вот рубашечка. Приятная, хлопковая такая, можно даже сказать, вискозная какая-то рубашечка. Хочу найти состав. 100% район. Что это такое район? Может, это вискоза? Район. Сейчас погуглю. Вискоза. Все правильно? Вискоза, да, охренеть. Как я так угадала на ощупь. Вот такая вот. Мне кажется, она какая-то коротковатая слишком. Размер M я взяла. Ну, в принципе, если она будет мне маленькая, можно в расстегнутом миде носить башку. Это тоже очень стильно. Дальше давайте перейдем к пакетику маленькому. Здесь у меня две юбки уже из обычного их раздела. Тоже вы видите, что все такое классическое в стиле школьной формы. Вот такая вот юбочка в клеточку. Размер 2XL. Вот такая вот у меня жопа огромная. Да, тут классные такие вот застежечки. Ой, вообще, ну, реально такая в стиле тату, да? Обожаю тату. Будем мерить. Пока мне очень нравится. Довольно плотная ткань. Непрозрачная вроде бы. Вторая юбка вообще плотная-плотная. Тоже вот такая вот она широкая. Надеюсь, я влезу. Размер тоже какой-то огромный. Сейчас скажу, какой. Тоже 2XL. Да. Ну, я вроде бы там замеряла по размерам, смотрела. Это просто прямая юбочка. Ну, трапеция. Откроем вот эту вот маленькую коробочку. Так, тут еще одна коллекция Zen Style. Кстати, заметили, что коллекция Zen Style вся в коробках приходит? Хм. Так. И пакетики такие классные. О, это еще одна юбка. Я не забыла, что я ее заказала. В белом цвете. Опасно. Очень опасно. Металлические пуговицы. Ну, выглядит просто потрясно. Качество крутое. Тянется немножко. Коротенькая такая юбочка. Надо мне худеть. Усиленно к лету. Такой драный край у нее. А сзади прямая, кстати. Сзади прямая, а теперь дирваны. Очень стильно. Такие вот большие карманы тут. Размер XL я взяла. Крутяк. И последняя посылка. Мягкая. Тут еще три вещи. Еще что-то белое. Давайте посмотрим. Какая-то футболка, видимо. Очень классный тут принт стильный. Но она, опять-таки, какая-то очень короткая. Будем смотреть. И она совсем полупрозрачная. Только на бежевое белье ее надевать. Но ткань тоже очень приятная. Тоже на вискозу похожа. Вискоза? Ничего себе. Реально. Вискоза. Офигеть. Так, дальше рубашечка. Классическая голубая рубашка с вышивкой. Совсем такая офисная. Сейчас я смотрю на нее. Мне как-то она не особо нравится. Не знаю, зря я ее заказала. Опа. Смотрите, что тут у нас. Zara Woman. Это что такое? Размер М. По качеству реально Zara. Очень крутое качество. И последнее. Наконец-то это аксессуар. Это вот такая вот малюсенькая-малюсенькая сумочка. На самом деле, я думала, она будет раза в два больше. В два-три даже. Не знаю. Вот это вот такая хотя бы. Ну, это прям клач какой-то. Совсем малюсенькая сумочка. Мне понравилась расцветка. Тоже такая более классическая, да? Так, какая тут? Ё-моё. Что за замок? А, во. Надо в сторону немножко отвести. Ну, по качеству так себе, конечно. Клевый ремешок. Модный сейчас такой. Тканевый, широкий. Внутри просто три отделения без молнии. Просто три отделения. Один большой, два маленьких. Пришпандорю я ручку. Золотая фурнитура тоже не особо. Это моё. И вот такая вот сумка получилась в итоге. Ну, знаете, вроде круто выглядит. Регулируется очень круто. Можно совсем длинную сделать. Кроссбоди носить. Хм, будем смотреть. Ну, мне кажется, на весну лето отличный вариант. Итак, это все вещи, которые я заказала. Теперь всё отглажу. Буду мерить и покажу вам свои образы. И вы прокомментируйте, как у меня получилось что-то нормально сочетать или нет. Итак, первый образ получился у меня вот такой. У меня как раз такие новые кеды, тоже голубого цвета. И там тоже такие рисунки, похожие на вот эту вот вышивку цветочные. Ну, как-то так. Конечно, белая юбка вообще под всё подойдёт. Так что можно всё миксовать. Ну, рубашка мне очень понравилась. Она очень приятная. По размеру идеально подошла. Юбка немножко свободная. Её можно ещё опустить. Просто тут такие разрезы высокие, поэтому я её повыше подняла. Ну, в общем-то, супер. Мне очень нравится. Рукава я не застегнула. Можно расстегнутым видом носить. Можно застегнуть, конечно же. Со стёгнутыми рукавами смотрится вот так вот. Итак, следующий аутфит. Юбка. Смотрите, опять-таки, у меня кроссовки просто идеальны под эти. Под эту юбку почти один тот же рисунок вообще. Тоже из Фаберликс. Это с репоны. Я её надела повыше. Затянула вот эти вот ремешки повыше. И футболку, конечно, можно ещё и заправить. Тут не обрезается надпись. Всё очень круто. Юбка вообще супер. Жалко, что ещё нет отверстий. Можно было её ещё потуже затянуть, чтобы сильнее выделить талию. А так вот смотрится как-то вот так. Можно пониже опустить. И тоже, смотрите, по размеру всё отлично подошло. Итак, следующий образ. Вот эта вот юбка тоже отлично мне подошла по размеру. Свободненькая, ничего не сковывает. И, кстати, у неё подъюбник в виде шортиков. Прикольно. Никогда такого у меня не было ещё, но очень удобно. Рубашка. Вот в таком виде. Свободная, большая немножко, но вообще комфортно. Супер просто. Можно рукава вот так вот сделать. Так тоже, да, неплохо смотрится. И что очень круто, также на этой рубашечке есть вот эти вот хлястики, с помощью которых можно рукава подсобрать. Ну, мне нравится вот так вот. Также рубашку можно вот так вот впереди заправить. Сзади выпустить. Или вообще тоже полностью убрать. Юбка супер. Мне очень нравится. Я давно хотела что-то типа такого. И мне кажется, сюда отлично подойдёт вот эта вот сумка. Надела классические белые конверсы. Ну, сюда, в принципе, подойдёт любая белая-чёрная обувь. Как-то так. Очень приятная к телу рубашка. Такая легчайшая. Это вискоза. Она дышит, по-моему, да? Так что на весну, на лето просто будет. Мой must-have. Очень комфортная рубашечка. Вообще идеал. Итак, вариант с джинсами. Обычные чёрные джинсы. Я их подкатила, потому что на весну люблю подкатывать джинсы. И носить вот так вот с кедами. И, конечно, самое важное. Это вот этот вот тренч бежевого цвета. Я его уже, конечно, померила. И, к сожалению, разочаровалась. Я выбрала очень большой размер. Нужно было в этом случае вообще S-ку заказывать. Я заказала L. Вот так вот смотрится это бальто. Видно, что оно мне очень большое. Хотя по рукавам нормально. Я, видимо, мерила именно по длине рукава. И выбрала такой размер. Затянула я вот эти вот ремешки на рукавах. И вроде бы, ну, получше смотрится. Всё равно видно, что вообще очень он мне большой. Особенно вот в этой вот части. Я себя чувствую каким-то Гарри Поттером в плаще. Когда они ходят, у них вот так вот плащ развивается сзади. Да. Думаю, отнести его в ателье, чтобы мне его подшили. Я думаю, это будет сделать несложно. Тут вот по краям обрезать лишнее. Застёгнутый видит смотрится вот так вот. Есть ремень. Давайте покажу так сначала. Ремень можно, кстати, завязать сзади. Получится некое подобие талии. Но вот тут вот какая-то совсем уж колокольчик, кабага на чайнике получается. Ну и впереди, если завязать, получается как-то так. Тоже, видите, очень много сбора, спарит на мне. У меня талия достаточно узкая. Как-то не особо. Там видно, что вообще большое оно мне. Хотя это вообще идеал, то, что я хотела. И пуговицы мне нравятся, и все детали вот эти вот все нравятся. Так что отнесу в ателье. Я узнаю, сколько это стоит. Надеюсь, смогут его подшить. Круто то, что нет разделения между плечами и рукавом. Никакого шва нет. Всё идёт прямо отсюда. Рукава вряд ли, наверное, мне подошьют. Хотя спрошу. Рукава тоже достаточно объёмные получаются. Тоже, мне кажется, эта сумка сюда подходит, потому что тут есть вот ремешок. Он с коричневыми полосками. И если через плечо делать, получается вот так вот. Пальто очень крутое. Оно такое тяжёлое, плотное ткань. Видите, держит форму отлично. Я его отгладила. Хорошо всё отгладила. И внутри обычная тоже бежевая подкладка. Я её не гладила. На этом всё. Надеюсь, вам это видео понравилось. Было интересно, возможно, полезно. Все ссылки на вещи я вам оставлю внизу. Также оставлю купон на скидку. Жду ваши комментарии, что, как получилось у меня, не получилось. Что, с чем можно сочетать. Ваши идеи жду, потому что я сейчас изучаю гардероб. И стараюсь более классический какой-то кэжел стиль выбрать для себя. Ставьте свои пальчики вверх. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, если вы ещё этого не сделали. И спасибо за внимание. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok